Всем здорова, я снова на проекте Смотра Рэйдж, как всегда заглядывайте в описание, там есть всё то, что вам может понадобиться, заходите, играйте на проект, вводите мой промокод GLARES, для того, чтобы комфортно начать тут играть, и чё, разумеется, всем вам было интересно, как я буду катать курьера на своей новой ригере с максималкой 425, какой тут будет заработок, и благодаря Максиму, который, кстати, сейчас, как всегда, самый первый напишет коммент, здрасте, под этот видос, он мне сегодня рассказал про один очень интересный маршрут, на котором можно поднимать полмиллиона на курьерке на ригере, и сегодня я вам его покажу, у меня уже отсняты все видосы с тестами, я, да, в любом случае, надо, наверное, доехать до курьерки, так будет гораздо проще, по поводу ригеры, я её затюнил почти на максимум, я, кстати, даже поставил на неё тонер, наконец-то, она теперь хоть нормально стала выглядеть, осталось поставить диски, неон, покраску дисков, вот это вот всё, и турбину за 6 миллионов, да. Мне почему-то кажется то, что турбина ни на чё не повлияет, потому что ригера и так прям очень прям хорошо едет, и если турбина ещё увеличит её ускорение, то я не знаю, это будет очень странно, имбалансно, у неё есть проблема с разверткой, когда вы долго катитесь, вот такая вот херня появляется на тачке, но Саня с Эдиком про это уже знают, надеюсь, они скоро это пофиксят, ну как долго, точнее, вот я её починил, пару секунд проехал, и вот такой вот косяк на кузове. Да, кстати, Максу можете лайк поставить на его комменты, потому что я говорю, вы заглянете в комменты, там по-любому будет коммент от него, здрасте. Да, ну и кстати, есть ещё много плохих новостей, связанных с курьеркой, короче, сейчас всё вам расскажу. Кстати, полноценный нормальный обзор на ригеру будет только тогда, когда я поставлю на неё турбину, ещё как раз сравним, есть ли смысл ставить турбину или нет, потому что она стоит 6 миллионов, а прикиньте, она ни на чё не влияет, её вообще оказывается не надо ставить, и это будет прям очень странно, это значит то, что я несколько десятков миллионов потратил на турбины, которые, кстати, можно походу и не ставить. Так что обзор управляемости, там вот этого всего, торможения, ускорения, он будет потом. Подписывайтесь на канал, там ставьте лайки, всё как всегда, чтобы не пропускать, короче, видосы. Итак, короче, давайте начинаем. Начать рабочую смену надо, чтобы появились заказы. Пройдёмся по премиум заказам. На корзинках можно заработать примерно 430 косарей, и тут нет КД, то есть везите его хоть быстро, хоть медленно, ничего с этим происходить не будет, но есть проблема. Я сегодня попробовал отвести чипы, это прям очень странно. Сейчас покажу, вот инструменты для чип-тюнинга, и я отвёз в одну сторону очень быстро, почти по прямой, обратно очень быстро, почти по прямой, И вы не поверите, мне нужно было стоять 3,5 минуты просто АФК. Типа, вы слишком быстро привезли поручение, сдать заказ можно только через 3 минуты. И вот это в премиум заказах, это в заказах с випкой, это невероятно странная какая-то херня. Ждать 3 минуты, поскольку сейчас на 30 секунд выходить из тачки нельзя, ну максимум на 30, точнее, можно выйти, вы не успеете рыбу поймать, вы не успеете полутаться, и как бы вот 3 минуты АФК-шить просто, и это, я не знаю, очень плохо. Может, кому-то в голову придёт какая-то идея, чем, в принципе, можно заняться вот эти 3 минуты, пока вы АФК-шите, чтобы тоже заработать бабла, я не знаю, мне в голову вообще ничего не пришло, поэтому этот заказ с чипами я посылаю нахуй. То же самое, в принципе, у нас происходит и с касками, на него тоже сделали КД, но на чипах 400к зарплата на регере, и на касках зарплата 400к. Я каски отвожу в одну сторону, потом в другую, и знаете что, я стою 30 секунд ещё после этого, 30 секунд, из-за этого зарплата на касках не такая крутая, как была раньше. На него тоже как-то сделали, короче, КД. Это вроде всё, и остался один заказ, это движки, это оказывается самый интересный заказ. У меня его получилось отвести за 4 минуты, 45 секунд, и вы скажете, а лёд, и куда поехал? А да, дело в том, что если вы особенно катаетесь без интерфейса, без интерфейса больше FPS, больше красоты, вот это всё, очень много людей катают без интерфейса. Либо можно, кстати, ещё зайти вот так вот, F9, H, F9, и у вас остаётся только мини-карта, и у вас гораздо больше FPS остановится, и многие люди катают так, и у вас не работает круиз-контроль. Вообще, регера очень круто едет, я не рекомендую кататься на ней на круизе, но это уже от вас зависит, нравится вам это или нет, но без интерфейса круиз не работает. А сейчас я, короче, объясню, что я имею в виду, но я надеюсь, вы и так уже поняли. Если я поеду по этой дороге, тут очень скиллозависимая дорога, тут нигде почти невозможно разогнаться до максималки, там, короче, много трафика, и кататься вообще очень сложно. Макс мне предложил вот этот вот маршрут, просто едешь по прямой, ни разу не тормозишь, возле японцев сворачиваешь направо, тут сворачиваешь налево, и тем самым ты катаешься без интерфейса, с большим FPS, без круиза, постоянно на максималке. И заказ отвозится быстрее. Он на Вейроне тоже почти полмиллиона зарабатывает на этом заказе, но это опять же премиум заказ. Но извините, да, это RPG сервер, все это херня, и с випкой, разумеется, у вас и зарплата на 10% больше. Да, я за один этот заказ получаю 40 тысяч, так просто за него 36 500, 36 800 дают. А если вы с випкой, то вам начисляется на 10% больше, то есть примерно 40 тысяч, короче, если прям не углубляться в подробности и просто округлить. И 4,45 я его качу, при, ну, как идеальных условиях, при том, что я немного косячу, я думаю, за 4,40 его можно отвезти, но эта зарплата получается за, типа, полмиллиона за час. А это уже, в принципе, неплохо, просто видите, в чем прикол, если я соберусь кататься этот заказ на стриме, меня это ультра быстро заебет. Ну, не ультра быстро, но, блин, разнообразия не будет вообще никакого. А разнообразия, конечно же, хочется. Вот вы просто едете по прямой, где-то тут начинаете тормозить, заезжаете вот сюда. Кстати, даже на каком-нибудь геттере с максималкой 310 вы тоже сможете больше зарабатывать. И вот по вот этому маршруту будете чилить и зарабатывать больше, чем по тому маршруту, потому что тут, опять же, почти по прямой. И, ну, вот это, да, место тут надо притормозить. А если вы едете вот в эту сторону, вон туда, куда я смотрю, откуда дальнобой едет, то там прям очень много поворотов, очень много кочек, трамплинов. Вам там нужно очень сильно сбавлять скорость. Поэтому, да, даже на геттере вы этот заказ будете отвозить быстрее и получать больше денег. Это прям очень хорошие новости. Не премиум заказы я не катал, но, опять же, если я поеду какие-то заказы по поворотам, например, тот же самый Mercedes, там невозможно будет замерить зарплату за час. Я, например, с круизом могу там ехать 425 в любой поворот и заработать там, не знаю, те же самые 450, может быть, косарей за час. А кто-то будет на геттере ехать, да еще и без круиза. Он, разумеется, там около 300 максимум будет зарабатывать. Вот когда вы едете обратно, просто начинаете здесь тормозить, заезжаете сюда и опять нажимаете газ в палац, пока едете. Нет, газ в палац все-таки на ригере тут нельзя нажимать, она слишком быстрая. И едете возле оружейного вот этого магазинчика, начинаете опять же тормаживаться. И все, опять по прямой едете, везете заказ. 4.40, 4.45, 4.50 примерно. Но в эти мелочи уже не стоит углубляться. Сам факт, что полмиллиона есть, и это очень хорошо. Вот осталось еще курьерку как-то доработать, для того, чтобы были еще какие-то заказы интересные. Потому что каски возить, там вообще зарплата 400, то есть на сотку меньше. Ну, корзинки, кстати, эти, в доке возить тоже достаточно интересно, достаточно быстро, почти все время ехать по прямой. И зарплата, ну там 430, может 440 косарей, окей, но этого мало для разнообразия. А на круизе мне кататься неохота всякие. Мерседес заказывает всякую эту хуйню. В любом случае, что хочу сказать, ригера имба, 425 ехать по трассе, это отлично. Вы можете ехать по любой полосе, вы никому не помешаете, потому что есть всего лишь две тачки, которые могут вас обогнать. Это Атлантик и Бугатти Дива. Сука, вот эту вот хуйню надо обязательно пофиксить на ригере, потому что это вообще прям ужас какой-то. Это какой-то кастомный винил, блядь, получается. Только хуёвый самый кастомный винил, который только можно, в принципе, придумать. Да, кстати, я ригеру еще не смог прям идеально настроить. Иногда ее на небольших кочках хочет развернуть, вас пускает боком, поэтому я не знаю. Что-то надо, может, управляемости поменьше сделать, а угол поворота колес побольше. Я, кстати, взял перед штрафом, нахуй это затормозил. Привычка, давно в курьерке не работал. Короче, курьерка, в принципе, все еще имба. Ригера прям ультра имба. И на ригере кататься прям вообще кайф. Включить музычку, включить, разумеется, звуки игры и прям радоваться жизни, это прям вообще заебумба. Я не знаю, сейчас я долго, разумеется, этот заказ вез, потому что останавливался, вам показывал, сейчас считать нет смысла. Ну а так-то на ригере, да, зарплата от 400 до 500 косарей с випкой. Кстати, вот это разделение полос, это очень плохая была идея, потому что если кого-то выкинет навстречу, то он не сможет заехать обратно на свою полосу и, скорее всего, в кого-то въебется. Поэтому вот такое разделение, оно сделало только еще хуже, потому что челики, если их выкидывает навстречу, они не могут заехать обратно и разъебывают вообще половину игроков, которые катаются. Там уж как повезет на такой скорости, думаю, сами понимаете. Также, что хочу сказать, у меня есть куча оружия, всяких разных пистолетов, и если вам вдруг нужно оружие на смотре, то можете у меня его покупать. Можете писать мне в дискорд или в личку в ВК, я вот это вот все оружие продаю, оно мне не нужно, потому что у меня и так дохуя оружие, я еще планирую крафтить оружие, у меня еще тут запустится новая рубрика, связанная с крафтом, с оружием, со всей вот этой вот хуйней. Так что, думаю, будет интересно. Опять же, на канал подписывайтесь, лайки нажимайте, на колокольчик ставьте, чтобы не пропускать видосы. Это пока что вроде как все, что я хотел вам рассказать. На обычных заказах, кстати, благодаря випке тоже можно зарабатывать около 400 косарей. А без випки катать на курьерке, ну, я не знаю, что-то как-то, короче, это прямо вообще, наверное, будет очень грустно выглядеть. А, ну и да, еще важно надо сказать то, что оружия у меня будет еще больше, потому что, опять же, да, я говорю, собираюсь типа крафтить оружие, заниматься всей этой херней, поэтому по поводу пух пишите обязательно мне. Всех люблю, всем спасибо за то, что смотрели, всем пока!